Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Признаться, подобные видео даются мне тяжело. Это формат, в котором я не привыкла работать. Я никогда не думала, что буду создавать подобные видео. И также достаточно сложно потом читать комментарии от определенной группы зрителей. Но могу сказать, что мы действительно находимся в позитивной тенденции. Сегодня воскресенье. Это видео будет выложено, скорее всего, с большим-большим трудом. К завтрашнему утру, скорее всего, в понедельник, это видео я смогу для зрителя опубликовать. Но могу сказать, что да, та тенденция, которая наблюдалась, несмотря на то, что именно на этой неделе было зафиксировано максимальное количество смертей за один день. И завтра, во вторник, хотя, наверное, уже понедельник получается, я на самом деле совсем запуталась в тех днях, которые мы имеем. Завтра, во вторник, будут приспущены флаги на всей территории Италии. И несмотря на то, что максимальное количество смертей было зафиксировано, уже на следующий день представитель Ломбарди сказал о том, что мы находимся, даже несмотря на некий прирост позитивных, все-таки, в отношении предыдущих дней позитивных анализов, положительных анализов на коронавирус, мы находимся в стадии замедления. Потому что, если сравнивать статистику прошлой недели, эта неделя совершенно точно прошла для нас в том, что касается замедления прироста позитивных анализов, положительных анализов на коронавирус, это совершенно точно. Я покажу вам график, который был опубликован на днях, это график, который, в общем-то, прогнозировал нам ситуацию по коронавирусу, это красная линия и синяя ломаная линия, это то, как происходило на самом деле. Внимание, график отражает не количество погибших от коронавируса, график отражает количество позитивных анализов на коронавирус. И, как вы видите, ну, примерно, в общем-то, совпала ситуация. И, как вы видите, вот эта черная вертикальная полоса, это тот день, на момент, в котором была публикация этого графика, мы действительно находимся в неком спаде. Но, внимание, уже к середине мая ожидается новый пик, потому что, да, мы достигли, благодаря жесткому карантину, повторюсь, благодаря жесткому карантину, который все соблюдают, все соблюдают, это совершенно точно, мы достигли все-таки минимум контакта и минимум передачи коронавируса, но, тем не менее, ожидается снова пик и для многих регионов, в том числе для регионов, в котором я живу, в том числе для Ломбарди, которая, кстати, говорит также о том, что некоторая передышка возникла в промто-су-корсу, то есть в местах, получается, скорой помощи, куда привозят людей с симптоматикой коронавируса, потому что есть все-таки некая положительная динамика. Так вот, в таких регионах, как Ломбардия и Вен, это ожидается даже раньше, даже раньше, вот эти светлые голубые полоски, это то, когда мы все-таки можем, несмотря на прогноз середины мая, ожидать также пика, то есть он может произойти и в конце апреля также. Для многих регионов вот такая статистика, вот такой прогноз. И это была речерка, то есть было исследование, которое проводилось очень серьезным институтом, точнее университетом. Он независимый, несмотря на то, что получают финансирование. Этот график, этот прогноз очень-очень ждали, вот он был опубликован. И что я хочу вам также сказать, дорогие зрители, мне поступают вопросы по поводу масок. Многие видят, что я выхожу на улицу без масок, мои дети без масок, возможно, видят моего мужа без масок. Итак, появилась официальная позиция ВОЗ в отношении масок на открытом воздухе. Посмотрите, как интересно, маски на открытом воздухе не рекомендованы и не нужны по той простой причине, что коронавирус, конкретно тот штамп, который мы имеем здесь и сейчас, не распространяется практически через воздух. Да, я все правильно перевела. Да, я полностью осознаю, что я сказала и несу за это ответственность, предлагая вам скрин. Если интересно, перепечатайте, загуглите перевод. Я даже не знаю, как это можно сделать технически. Потому что, как было объяснено и написано, но опять же, очень многие об этом и так знают, передается данное заболевание через секрет. То есть, прежде всего, через слюну, но и также через чихание, кашель, то есть то, что мы получаем из носа. И вот этот секрет, он не задерживается в воздухе практически. Исключение, как написано вот в этой маленькой публикации, сама публикация более широкая. Если хотите, найдите ее, посмотрите, загуглите на английском языке, наверняка вы ее найдете на итальянском точно. Так вот, говорилось о том, что в условиях, скажем так, больничных, более того, когда производятся определенные процедуры между пациентом и врачом, это, прежде всего, интубация, вот тогда, да, возможно, заражение через воздух. Степень заражения, точнее, риск заражения через воздух на бытовом уровне, в лифте, даже просто в помещении, крайне-крайне мал. Именно поэтому нам так рекомендовано мыть руки, потому что секрет, он дольше живет, точнее, секрет, он попадает на какие-то твердые поверхности, и вот там вирус действительно живет дольше. Ибо гораздо-гораздо более высокий риск получить заболевание, касаясь тех, скажем так, поверхностей, на которых попал этот секрет, больного человека, человека-носителя. Потом мы потерли глаза, мы потерли нос, руки, прикоснулись к лицу. Кстати, очень многие меня заметили, действительно были правы, я сходила в банкомат, а потом, в общем-то, волос она поправляла. Но правда-правда, я руки продезинфицировала. Там была рядом с банкоматом поставлена бутылка с жидкостью, которая дезинфицирует руки, хотя очень многие совершенно справедливо обратили на это внимание. Поэтому, вот, отвечая на вопрос, могу сказать, что, ну, в общем-то, такая информация была и раньше. Сейчас, на самом деле, мы все находимся в ситуации, когда каждый из нас выбирает, где получать информацию, а получив эту информацию, выбирает, чему верить, чему не доверять. Я подобную информацию встречала раньше, поэтому к маскам, уж тем более, на открытом пространстве я относилась всегда, как к вещи бесполезной. И вот, пожалуйста, я нашла такую публикацию, надеюсь, вам она в помощь. По поводу, кстати, выставлять продукты на солнышко, которые мы принесли из супермаркета, выставлять, возможно, сумку, которую мы принесли из супермаркета на солнышко. Кто-то мне написал, Яна, вы вот телефон продезинфицировали, а веточки-то вы потом руками потрогали, а с ними тоже с улицы зашли. И я вам могу сказать, что да, я веточки поставила в эту вазочку, помыла руки эти веточки, ни я, ни мои дети больше не трогали. И опять же, я думаю, что на самом деле может быть все что угодно, но вероятность того, что на эти веточки кто-то чихнул, я думаю, ну мега-мега супермала. Поэтому да, я поставила веточки, помыла руки и не вижу никакого смысла. И опять же, об этом заявляла, естественно, что я скрин не могу предложить, потому что эту информацию я встречала в самом-самом начале, эпидемическая ситуация здесь в Италии о том, что, ну нет, не нужно приносить и дезинфицировать сумки, дезинфицировать коробки с яйцами, дезинфицировать, не знаю, коробки с муслей, которые вы купили и так далее, и так далее. Но опять же, здесь мы находимся в ситуации, которые, когда, точнее, каждый выбирает то, чему верить, чему не верить, и каким образом себя можно обезопасить. Давайте я несколько прокомментирую видео, 200 метров поход, 200 метров от дома, прежде всего для зрителей, которые живут здесь, в Италии. Итак, на сайте governo.it, правительство.it, мы имеем разъяснения, которые были даны после 22 марта, когда карантин еще ужесточился, по поводу, можно ли выходить и совершать прогулки. Что здесь написано, дорогие зрители? Здесь написано, что можно выходить из собственного жилья только для того, чтобы пойти на работу, только по мотивам здоровья, скорее всего, здесь имеется в виду дойти до врача, дойти до аптеки, или по необходимости практиковать активита спортива, какую-то активность спортивную, о активита мотория. То есть я думаю, что здесь для многих даже нужно быть знатоком итальянского языка, чтобы понять, да, активита спортива – это какая-то спортивная деятельность, или просто двигательная деятельность на открытом воздухе. Никак не комментируется при этом, правда, прогулка с детьми, но, тем не менее, дальше идут опять же разъяснения, кто захочет, почитает и сделает, я думаю, соответствующие выводы. По поводу 200 метров, кстати, это дистанция, которая не закреплена законодательно, которая была рекомендована, но в итоге на уровне закона так она и не была закреплена, но, тем не менее, они все знают об этой дистанции 200 метров, соответственно, все стараются, соблюдая карантин, не соблюдать дистанцию 200 метров, если вы просто вышли на пробежку. Я, кстати, очень много вижу людей, которые бегают вокруг дома, вокруг нашего достаточно большого дома. Недавно я встречала папу, который был на велосипеде, и ребенок бежал рядом, ребенок-подросток, и они мне встретились несколько раз, потому что, по всей видимости, они бегали, проезжали по очень небольшому диаметру круга, то есть я их встретила несколько раз, как раз таки, когда я ходила за печатными изданиями. Выход, кстати, за печатными изданиями, это тоже считается не сочетат, то есть необходимость, соответственно, это то, за чем можно выйти и пойти и дойти. Также хочу отдельно сказать по поводу той группы итальянцев, которую я засняла, которые мне дали разрешение на съемку и на публикацию. Они тоже абсолютно в рамках закона, что называется, находятся на улице и разговаривают в количестве трех человек, как мы видим на видео, но и до съемки между ними была дистанция рекомендованная и предписанная законом эта дистанция, как минимум один метр. Кстати, по поводу маски и рекомендации ВОЗ, как раз таки было снова оговорено и подтверждена вот эта дистанция, что один метр между людьми, даже между, внимание, людьми, заболевшим, носителем коронавируса и здоровым человеком дистанция, один метр – это дистанция, которая считается абсолютно безопасной для людей. Кстати, на видео «Поход 200 метров от дома» очень отчетливо видно, что мы с мужем передвигаемся на дистанции одного метра друг от друга, хотя, опять же, мы все понимаем, что если речь идет о супружеской паре, то вряд ли эта дистанция может быть рекомендована. Эта дистанция рекомендована действительно для людей, никак не связанных, что называется, узами родства и узами, прежде всего, проживания, точнее, условиями проживания совместного. Кстати, опять же, на governor.it публикуется разъяснение, можно ли сходить к друзьям либо к родственникам поужинать. Нет, этого нельзя делать. Также опять дается разъяснение по поводу, могу ли я уехать в свой второй дом. Допустим, в дом на море, если я не ошибаюсь, но прямо-таки дом на море фигурирует. Нет, этого тоже нельзя сделать. Поэтому, да, если в начале карантина мы могли уехать в дом на море, теперь мы не можем этого сделать. Кстати, появилась информация о первом родителе. Это папа, который гулял с 5-летним ребенком, точнее, оба они были на велосипедах. Этот родитель получил штраф 400 евро. По крайней мере, так нам дается информация. Но оба, что ребенок, что взрослый, были на велосипедах. И вот здесь, кто, в общем-то, имеет юридическое образование, я думаю, меня очень хорошо поймет. Здесь в этой заметке очень важно понимать, что не написано, насколько далеко папа с ребенком, который пытался, опять же, сравнить выгул собак с выгулом детей и так далее, и так далее, не указано, насколько далеко их нашли от собственного дома. Потому что, ну, все действительно должно быть в разумных пределах. И закон, кстати, который, опять же, очень многих удивляет, тех, кто не живет в Италии, тех, кто смотрит блогеров, таких, как я. Закон не говорит о том, что нельзя выходить из дома. Внимание, это запрет на передвижение. Вынос мусора не является передвижением из собственного дома, с постамейнта, то есть передвижение. Мы все должны понимать это передвижение на достаточно серьезные дистанции, когда действительно нужно джистификары, то есть оправдать свое передвижение. Это мотивы работы, это мотивы урдженца, то есть какая-то срочная вещь. И мотив здоровья, когда, допустим, у меня нет машины, я далеко пошла до своего доктора. Если я сейчас выйду из дома и пойду до своего доктора, я должна буду пройти два города. Монте-Гротто и Абонатерно, потому что вот такая дистанция. В то время как, вот опять же, появилась отсылка к этим 200 метрам, это действительно то, что не является спостамейнта передвижением. Это, по большому счету, является выходом из собственного дома, то есть не передвижением как таковым. Поэтому вот в этой заметке про штраф, я думаю, что она правдивая, но здесь не указывается, как далеко представители закона, представители власти, блюстители порядка нашли папу и его сына на вот этой велосипедной, скажем так, прогулке. Что еще также важно? Важно также то, что мне, кстати, очень понравилось. Я в следующий раз, у меня есть, кстати, право голосовать. Я всегда была вообще человеком вне политики. Совершенно я в этом не разбираюсь, но я встретила интервью. Кстати, сейчас я искала информацию и хочу поправить себя ребенку 4 года. Папа и ребенок, ребенку 4 года. Так вот, я говорила о том, что в следующий раз я обязательно пойду на голосование, буду совершенно точно знать, за кого я буду голосовать, за Матео Рейнци, потому что он первый из политических лидеров открыто сказал о том, что нужно открывать так или иначе, ту или иную, но хотя бы какую-то коммерческую деятельность, производственную деятельность также. Потому что, как он сказал, я думаю, эта фраза будет цитироваться еще очень-очень долго, если итальянцы не умрут от коронавируса, они умрут просто-напросто от голода. И очень интересное интервью, я с удовольствием его полностью прочитала, я совершенно точно согласна, то есть вот этот политический деятель совершенно точно отражает и мою гражданскую позицию здесь и сейчас. Поэтому на следующих выборах я буду голосовать за него, если он будет кандидатом, голосовать за его партию, он является лидером партии. Если будут проведены голосования, обязательно не пропущу. Первое, кстати, в своей жизни голосование я никогда не ходила ни в России на голосование, ни здесь, в Италии. Также я хотела вам сказать, что выделились, сейчас я боюсь на самом деле напутать, 400 миллионов, здесь обязательно оставлю скрин, чтобы вы могли посмотреть точную сумму. Это сумма, которая была выделена на то, чтобы люди, которые находятся в трудной финансовой ситуации, экономической ситуации, могли купить себе продукты. Посмотрите, как интересно будут распределяться эти деньги. Эти деньги будут распределяться между коммунами, между, скажем так, административными единицами Италии, где есть так или иначе уже сформированные на текущий год, на текущий год сформированные, точнее, списки из семей с низким доходом. И прежде всего, между этими семьями будут распределяться эти деньги. Хотя сейчас в Италии очень многие семьи нуждаются в такой экономической поддержке, но, тем не менее, было сказано, что между семьями, которые уже внесены в реестр, и как семьи с низким достатком, соответственно, эти деньги будут распределены. И каждая коммуна, дано ей на откуп, решит, как восполнить эти деньги на семью. На одну семью будет выделено 50 евро. Но, опять же, пока нет точной информации, либо я ее не поняла, это будет 50 евро в день, либо 50 евро в неделю, либо вообще это будут 50 евро, потому что я встречала информацию, когда говорилось так же, как с ваучером BabySitter, что это будет сумма в районе 600 евро. Сейчас точно я вам сказать не могу, дайте мне знать в комментариях. Если вам интересно развитие этой темы, я обязательно ее освещу на ближайшие недели, уже, я думаю, будет точная информация. Так вот, дано на откуп, кому нам решить? Это будет закупка на определенную сумму определенных продуктов на каждую семью, либо это будут ваучеры, которые можно будет, можно будет, что называется, отоварить талоны. Я думаю, многим моим зрителям знакомы. Думаю, что многие мои зрители еще помнят практику талонов. Я сама тоже помню. Соответственно, будет решено, каким образом вот эти суммы, выделенные, в которых, безусловно, нуждаются не только те, кто и так находился в сложном положении. Безусловно, они в первую очередь нуждаются. Но сейчас, повторюсь, мы на самом деле катимся в какую-то экономическую бездну. И сегодня я смотрела также передачу. Меня просто впечатлели кадры, когда молоко выливается, выливается просто на землю, и земля впитывает молоко. Молоко сейчас дают свиньям, молоко сейчас дают на питание всему, получается, рогатому скоту, который до этого скармливался на сухом молоке. Сейчас огромное количество итальянских производителей молока в данном случае, из-за того, что нет производства сыров, оно приостановлено, либо идет не в таком объеме, вынуждены выливать молоко. Также у нас есть определенные ограничения по транспортировке. Это, прежде всего, ограничения в выходные дни. И, соответственно, нормы также меняются изо дня в день. Поэтому боюсь вас дезинформировать. Но сейчас, на самом деле, вся Италия столкнулась с ситуацией, которая, наверное, сравнима с ситуацией после Второй мировой войны. Об этом все чаще и чаще говорится. И при этом, при всей, скажем так, трагичности ситуации, добавляется еще та абсурдность, что Италия продолжает, в силу того, что границы открыты, в силу того, что и до этого были договоренности, продолжает ввозить молоко, допустим, из других стран. Потому что эти договоренности существуют, а по закону, который регулирует ситуацию в Италии, определенные производства переведены просто на минимальный уровень, либо вообще приостановлены. На самом деле, у меня есть очень многое, что вам рассказать. Я даже не знаю, кто-то просит у меня официальную статистику, кто-то просит у меня больше о моей семье, рассказывать о том, как мы живем в этот непростой период для всей планеты. Как я говорю сейчас, на самом деле, эта ситуация коснулась всех. Мы действительно все в одной лодке. Либо вы хотите подобную информацию, как, допустим, люди написали петицию относительно вот такого и такого события и так далее. Дайте мне знать в комментариях, я буду снимать подобные информационные видео, очень кратко по статистике, по официальной информации, и что-то, допустим, более расширено. Дайте мне знать в комментариях, чтобы вам могло быть больше интересно. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем, конечно же, бодрости и духа. Желаю всем 36 и 6. И увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.